Да, включайте микрофоны, задавайте вопрос. Виталий, да, привет еще раз, я теперь все включил. Это, скажи, пожалуйста, ты сказал, что будет мероприятие сразу в трех городах, это Москва первая, потом Сочи, Казань, если не ошибаюсь. То есть, что это будет, мероприятие какое-то или можно это подробнее рассказать? Подробнее, в общем, в Москве запланирован ряд встреч с лидерами, в общем, будут переговоры по компании, и, возможно, мы проведем первую живую презентацию тоже в Москве. В Казани, в принципе, то же самое, мы будем делать мероприятие небольшое, потому что Казань очень интересный, и это, можно сказать, мой родной город. И что касается Сочи, то, возможно, там сейчас, так сказать, есть определенные обстоятельства по запрету, да, основываясь на коронавирусе этой всей истории. И если запрет снимут, то там будет проходить блокчейн-мероприятие, в котором компания наша будет участвовать. И еще под вопросом очень интересные мероприятия в Крыму, инвестиционный форум, где мы тоже планируем, соответственно, свое участие. Вот это такие вот четыре основных сегодня направления на ближайший месяц, на октябрь, где мы хотели бы поприсутствовать и, соответственно, провести какие-то мероприятия. Это понял, Виталий. Еще скажи, пожалуйста, партнерник этой спрашивает по поводу страховки. Когда это будет страховка, вот, видишь, какая-то на примете компания, да, страховая компанию, ну, страховать. Просто многие, может, стесняться спрашивают, да, может быть, кто-то спросит. Вот, и когда включится эта страховка? В октябре или в сентябре, примерно, хотя бы. Ну, мы рассчитываем, что это будет уже в октябре доступно, скорее всего. Я думаю, что мы максимально быстро запустим, так сказать, это возможность. Да, Виталий, всем добрый день. Да, добрый день. Пока только один вопрос назрел. Значит, после открытия платформы сразу же можно будет в стейкинг ставить или там еще будет что-то дорабатываться? Сейчас дорабатывается. Я, да, после открытия платформы, я не думаю, что он будет сразу прям доступен, но тоже в ближайшее время, так же, как и со страхованием депозитов. Он уже разрабатывается, то есть этот модуль. Будем стараться запустить быстрее. Меня, я-то я пока спрашивал за стейкинг. А страхование на стейкинг тоже распространяется? Нет, страхование на депозит. А, страхование только на депозит. Понял. Хорошо, благодарю. Спасибо. Добрый вечер. Виталий, вот Сергей Осипенко в чате спрашивает. Будет ли партнерская программа в стейкинге? Если да, то в какой валюте? В токенах или в долларах? Партнерская программа только пока по депозиту. То есть стейкинг, он, соответственно, 50… То есть у нас партнерская программа разработана совместно именно с пассивным доходом, то есть от депозита. И участвуют именно депозиты. Для того, чтобы делать стейкинг, вам, ну, то есть минимальный депозит составляет 50 долларов. Этот депозит, он не участвует, соответственно, в партнерской программе. Но если… Ну, я понимаю, что это такой достаточно серьезный вопрос, вот, потому что стейкинг мы решили делать, то есть совсем недавно приняли это решение, поэтому изначально это даже, ну, то есть никак не планировалось. И сейчас внедрять какие-то изменения по партнерской программе на стейкинге, и, ну, не знаю, наверное, это пока будет сделать невозможно. Так, что у нас спросить. По поводу старта, то есть старт будет, ну, чтобы люди понимали, что 26-27-го праздниче будет официальный старт. Ну, официально, как это можно… Старт, можно сказать, уже будет на днях, когда будет доступна, соответственно, регистрация, когда у нас откроются личные кабинеты, а, ну, как бы официально, да, мы, наверное, через неделю, когда, соответственно, уже те партнеры, кто у нас есть в системе, зарегистируются, и мы, как бы, уже объявим официальный старт. Все, я понял. Спасибо, спасибо. Всем добрый вечер. Можно вопрос? Добрый вечер. Итаня, мне желательно звонят у вас партнеры почти каждый день. Такой вопрос. Когда у нас запустился рынок, видите, мы покупали токены, у меня единицы в команде успели продать, остальные у остальных людей токены остались на бирже. И был такой момент, когда он вам говорил, что можно будет этим, не переживайте, что продали, можно будет этими токенами на пассивный доход. Как сейчас вот обстоит у нас с этим дело? Потому что люди надеются, что токены можно было в депозит и получать пассивный доход. Какое наше решение по этому вопросу? Нет, наше решение как бы неизменно получить. Мы обещали, да, что будет возможность получить депозит у 50 человек. Плюс, соответственно, у всех, кто не продал, у них также удвоились депозиты в токене, ну, и количество токенов. И, соответственно, на... Так, что у нас еще? Ну, можно будет распределять их, эти токены, на стейкинг. Именно по депозитам, именно по депозитам будет как раз розыгрыш проведен. Мы планировали сегодня, но пока все очень сильно заняты, очень много выводов, соответственно, токенов. Поддержка вся, соответственно, с утра до ночи работает. И я думаю, что мы вот эти 50 человек узнаем во вторник. Вот. Это, ну, как бы будет, будет обязательная информация. Спасибо. Хорошая помощь. Виталий, можно еще один вопрос? Да, да, конечно. Да, по стейкингу. Вот. В презентации заявлено, что там от полпроцента до полтора в день. Вы сказали, что стейкинг будет 45 в месяц. До 45. Значит, до 45? Да. А минимально какой может показать процент в месяц стейкинг? Соответственно, 15. Если у нас 0,5% в сутки, то, соответственно, 15% минимально. Да, 15% до 45. То есть в среднем можно рассчитывать на 30%, да? Ну, да, да. Понятно. И эта ставка будет корректироваться после декабря или до декабря? Как только стейкинг будет доступен, сразу будут доступны условия. То есть там будет зависеть то количество токенов и на какое время вы, соответственно, заходите на стейкинг. Если, ну, то есть 30, 60, 90, 180 и 365 дней. Вот, я, соответственно... Я понял, Виталий. Вы сказали, что в декабре будет корректироваться вот эта процентная ставка. Это уже после декабря? То есть с нового года? Да, с января 2022 года. Ага, с января. Я понял. Хорошо, благодарю. Наталья, еще тут спрашиваю про документы. Человек пишет, Татьяна. Про документы надо сказать. По легальности, так скажем. Можешь просто объяснить? По легальности компания так зарегистрирована в Bitcore Capital. Дальше, вот сейчас у нас уже проходит регистрация по Bitcore Exchange. Все документы будут на сайте в общем доступе, в открытом доступе. То есть все соответствующие лицензии, все будем получать и, соответственно, добавлять эти документы в отдельный, так сказать, блог. То есть любой человек, который, скажем, хочет посмотреть документы, это будет все на сайте, в открытом доступе. Можешь почитать, проверить, проверить. В личном кабинете, да. Все, спасибо. Ну, тогда все. Всем хорошего вечера.